Привет, друзья! С вами Любопыт. И, как я обещал в одном из предыдущих роликов, сегодня я буду делать леком-нифигурку монахини из игры Ивилнан. Ну или, как мы её ещё все любим называть, монашку-какашку. Как я говорил в том же самом видео, я считал, что эта фигурка немножечко сложная. И потому решил потренироваться её сделать. И сделал вот такой вот прототип, если его можно так назвать. Процесс я, разумеется, не записывал. По-моему, вышло неплохо, но сейчас я сделаю ещё лучше. Только сначала подготовлю мини-фигурку к кастомизации и буду делать её практически с нуля. Мини-фигурка к кастомизации готова. Теперь начинаем делать объёмные детали. Для этого понадобится полимерная глина. Отрезаю от неё небольшой кусочек. И для начала разминаю его, чтобы сделать его мягким. Затем тонким слоем размазываем или раскатываем глину по доске для лепки. Ну или в какой-нибудь другой ровной и гладкой поверхности. Вырезаем пластину в форме торса. Вырезаем из неё вот такую фигуру. И делаем в ней вот такие вот надрезы по краям, как бахрому. Теперь очередь лица. Для начала формируем его из кусочка глины. Далее нос. Как всегда делаю его из кусочка глины. После чего примазываю к лицу и делаю в нём ноздри. Присо darle лепки. Продолжение следует... После носа идет зубастый ухмыляющийся рот. Упс, немножечко не получилось. Ну ладно, сейчас я его передел. Так-то лучше. Ну а теперь нужно сделать глаза. Детали я запек, но думаю, что их нужно еще обработать шлифовальной шкуркой. Готово. Теперь с помощью суперклея приклеиваю лицо к голове. Но пока только лицо, воротник не трогаем. Затем нужно голову монахинь облепить самоотвердевающей полимерной глиной. Но это я так сделал. Мне это нужно, чтобы сделать у нее на голове что-то вроде капюшона. На тот момент у меня под рукой глины не было. Я его сделал из ваты. Так. Почищу-ка я его шлифовальной шкуркой, потому что я здесь много больно глины положил. Уберу заодно лишнюю глину и гладким сделаю капюшон. И заодно, думаю, ацетоном почищу лицо, а то оно все в глине. Голова готова. Теперь она выглядит получше. Правда, и мне ее в некоторых местах пришлось еще немножечко подлатать, как вы видите. Но теперь она выглядит лучше, чем до этого. Да, вот только глина вымываться из лица не захотела почему-то. Ну и ладно, я все равно загрунтую, а потом покрашу. Так вот, теперь выглядит лучше. Лишнюю глину убрал. Я уже говорил, здесь было полно лишней глины. Так, ну а теперь, как я уже сказал, надо загрунтовать голову, и кроме этого еще и ладони. Да, вы не ослышались, грунтовать надо только их. Остальные детали грунтовать не надо. Грунтовка высохла, теперь можно и красть. Правда, воротник тоже надо было загрунтовать, но грунтовка не захотела на него ложиться. Ну, погнали. Итак, воротник нужно покрасить в белый цвет. Белым цветом нужно также осторожно сделать область вокруг монашкиного лица. Оставшуюся часть капюшона раскрашиваем в черный цвет. Смешиваем в нужных пропорциях белый, черный, красный и коричневый. Этим цветом мы покрываем лицо и ее ладони. Когда краска высохнет, нужно сильно разбавить черный цвет водой и, как и в случае с бабулей Гренни, намазываем получившейся смесью лицо монашки. Точно так же мы поступаем и с руками. Пока выполнял работу, понял, что немножечко накосячил с основным цветом лица. Он несколько не соответствует оригиналу. Руки-то можно и оставить такими, какими они есть. А вот лицо надо немножечко исправить. Чтобы исправить косяк, методом сухой кисти я наношу светло-серый цвет на лицо. Вот только оставляю тот цвет, который был использован ранее. Все-таки немного его должно оставаться. Ну а когда высохнет краска, надо повторить манипуляцию с разбавленной в воде черной краской. А когда и это высохнет, то нужно разбавить уже красный цвет в воде и добавить туда капельку черного. Получившейся смесью нужно намазать нижнюю часть. Лица. Ну а когда и это все высохнет, можно начинать делать детали на лице. Так, кстати, чтобы было удобнее, я прикрепил фигурку к такой длинной детали. От конструктора. Это не оригинальная деталь, а от какого-то лего совместимого аналога. Уже даже не помню какого. У меня полно подобных деталей. В общем, держать так фигурку и грасть ее будет гораздо удобнее, чем просто держать ее в руках. Начнем с глаз. Их мы раскрашиваем цветом, который смешан с малинового, красного и черного. А зубы белым. Ах ты ж, что за подстава. Ничего, подправим. Во время создания этих деталей произошла парочка косяков. Лишнюю краску я стер, и она немного размазалась по лицу, но хуже от этого не стало. По-моему, наоборот, лицо от этого выглядит только лучше. Ну а теперь продолжим создавать детали. Во-первых, поверх вот этого темно-красного, ярко-красным рисую радужную оболочку. Вот как-то вот так. Уже выглядит жутковато. Не правда ли? А сейчас, когда я выделю зубы, будет смотреться еще страшнее. Для этого делаем такую же манипуляцию, что и с бабкой Грэнни. Разбавляем в воде красной, немного смешав его вот с предыдущим оттенком, тем, которым мы делали глаза. Разбавляем водой и намазываем зубы. Убираем лишнюю краску салфеткой. Во! Выглядит гораздо лучше. Очень классно смотрится. Опять накосячил. Так что пришлось замазывать снова зубы белой краской. И потом опять делать десны. Но теперь все нормально. Можно продолжать. Так. Далее надо черной краской нарисовать зрачки, брови и ностри. Далее надо черной краской нарисовать зубы белой краской. О, какая приколюха! Ну, а дальше надо взять желтый цвет, добавить капельку коричневого и опять разбавляем водой. Этим мы еще раз намазываем зубы монашки. Для чего? Чтобы сделать налет. О, как классно! Да, правда, почему-то зубы плохо выделились. Ну, не знаю, вроде нормально. Надо будет еще раз красной краской провести. Разбавленный, разумеется. Вот такое вот получилось классное лицо. Выглядит оно обалденно. Но есть еще одна деталь. Если вы играли в Ивелнан, то помните, что у нее не хватает некоторых зубов. Так что сейчас мы это сымитируем, используя черный цвет. Да, только, наверное, вот так вот мне ее будет неудобно держать. Лучше положу ее. А то сейчас не туда мазну, и получится... Вообще, ерундовина какая-то. Субтитры сделал DimaTorzok Лицо вроде готово, но есть один нюанс. У монахини есть очки. А я свои их не сделал. Ну, потому что никак не смог их сделать из полимерной глины. Было это сложно на лице. Да, потом перепробовал несколько способов, но у меня ничего не вышло. И решил все-таки сделать их из полимерной глины, только поверх лица. Мне предварительно, разумеется, залакировал голову, а то краска слезет. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот очки у меня получились. Теперь надо их отправить в духовку на запекание. Очки я покрасил черным цветом и залакировал. Получилось немножко криво, но сойдет. Надеваю очки на монашку. Кстати, можно их не приклеивать. Они и так отлично здесь держатся. Будут типа съемные очки. Захотел, надел, захотел, снял. Прикольно. Ну, займемся теперь одеждой монашки. Прежде всего, возьмем тот воротник, который мы уже покрасили в белый цвет. И приклеим его к торту с помощью суперклея. О, да, только вот разводы отклеили здесь получились. Ну, ладно. Подправлю их потом. Затем красным цветом рисуем крест. Ой, кажется, я его не по центру нарисовал. Но ничего, сейчас повторим. Смешиваем светло-коричневый с желтым и проводим тонкую линию вот здесь. Итак, я полностью закончил торсп. Докрасил его и залакировал. Конечно, возникали тут некоторые косяки, но я их потом подправил. Итак, дальше нужно вырезать из черной ткани полоску размером. Так, вроде 3 см в длину и 2 см в ширину. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, потом сгибаем ее пополам, эту полоску. И сделаем здесь два прорези. Это здесь прорези надо делать в том месте, где находятся вот эти вот штырьки для ног. Надеваем. Надеваем кусок ткани на ноги. А сверху торс приделываем. И вот такая вот приколюха получается. Ну, наверное, можно уж и руки лакировать давно. Можно их, наверное, залакировать сразу после того, как они были готовы. Так. Вставляем руки. То есть, тьфу, не руки, а ладони. Еще я их все путаю. Не руки, а ладони. Вставляем ладони в руки. Ой. Да, кажется, что-то мешает. Да, я... Сейчас, подождите, почищу руки от цеп... После чистки ладони прекрасно ставились в руки. И, кроме того, сохранили свою подвижность. Так. Приделываем теперь руки к мини-фигурке. Вот так. Затем голову. Голова. Вот. Так. Надеваем очки. То они отваливаются маленько. И мини-фигурка почти готова. Не хватает только монашкиного оружия. Кувалты. Ну, или молота. Че, я ее там не помню. Для него понадобятся вот такие вот детали. Все равно какие. Оригинальные или китайские. Разницы нет. У меня, например, китайские. Да у меня, как я уже говорю, таких деталей полным-полно. Или нет? Так. Ну и... Вот такой вот квадратик из картона. По размеру такой же, как и вот этот кубик. Все это должно быть черного цвета. Так. Склеиваем поверх суперклеем детали в нужном порядке. Так. Ждем, пока высохнет клей. Когда клей высохнет, чистим молоток с помощью шлифовальной шкурки. Нужно заровнять все вот эти вот места перехода, чтобы выглядела как одна единственная деталь. Ну, точно так же, собственно, как и с ногами Слендермена. В результате должно получиться вот что-то вот такое. Вон, как вы видите, все выглядит, как будто это единая деталь. Ну, в некоторых местах немножечко видно, но ничего страшного. Надеваем теперь данный молот на палку. Ну, как у которого будет у нас, разумеется, служить рукояткой, как вы поняли. О! И вручаем его нашей монашке. О, какая приколюха. Сейчас. Снова подправлю ей очки. Ну, все. Минифигурка монахини из игры Илнан полностью готова. По мне, так она очень классно выглядит. И немножечко лучше, чем та, которую я сделал в первый раз. У той не было очков. Да и... Так и в зубах-то я не делал. Ну, точнее... Ну, не в зубах, конечно, а между зубов. На этом все. Думаю, что мне фигурка заслужила твой лайк.